Девушки отдыхают Служебный вход с тыльной стороны здания. Неизвестные преступники смогли проникнуть внутрь, когда служебный вход был уже открыт, а торговый работник еще находился внутри помещения. Двое нападавших были в масках. Женщина рассказала полицейским, что один из неизвестных угрожал ей ножом. Приметы пострадавшая дала весьма скудные. Налетчики среднего роста одеты во все темное. Сумма ущерба уточняется. На улице Стрельникова около 11 часов сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов пятиэтажного дома. Причиной тревоги стало сообщение женщин, которых встревожил новый сосед. Мужчина, запирая дверь квартиры на первом этаже, уходя на улицу, обронил фразу, от которой судачившим на лестнице соседкам стало не по себе. Парень потом что-то подшутил над нами. Девчонке сейчас взорвется, бомба. Прямо так сказала? Да. Без звук? Нет, не в адеквате какой-то. А вы узнаете? Нет, первый раз вижу вообще. У местных жителей еще не прошел страх от взрыва, случившегося в мае прошлого года совсем рядом, в пятиэтажке на улице Даниловского. Поэтому шутки на подобные темы они с улыбкой принять не смогли. Ну, мы просто как бы инициативу проявили, что лучше проверить, чем просто лечь спать и, не дай бог, не проснуться. Газовщики отключили подачу газа, а пожарные принялись за взлом решетки на окне виновника переполоха. Делалось это с предосторожностями, чтобы не высечь ударом металла, а металл – искру, которая смогла бы спровоцировать взрыв газовоздушной смеси. После этого спасатели продемонстрировали, что пластиковое окно из положения проветривания можно снаружи перевести в состояние распахнута настиж всего лишь одним движением руки. Осмотр жилья провел взрывотехник. Бомбы внутри не оказалось. Газовые конфорки были закрыты. Откупоренной в этой квартире полицейский нашел лишь бутылку спиртного. Женщина, заехавшая вечером погостить у своей матери, осталась без средства передвижения. Во дворе девятиэтажки на улице Дикопольцево на паркетник свалилась ледяная глыба, которая продавила крышу автомобиля до самых сидений. Это хорошо, что дочь приехала без двух внучек. Одна. Они могли просто выбежать раньше чуть-чуть. Там в машине два детских кресла стоят. Автовладелица была свидетелем происшествия. Она уже вышла из подъезда, и до машины ей оставалось сделать всего пару шагов. Именно к хозяину балкона, с козырька которого слетела глыба, посоветовал обращаться с претензиями управляющей ТСЖ. О том, что эти козырьки жильцам предстоит почистить самостоятельно, он уведомил объявлениями. Развешенными на дверях подъездов.